Рекомендую посетить мой магазин игр. Здесь продаются топовые игры, такие как GTA 5, CSGO, Battleground по нереально низким ценам. Заходи и покупай, ссылочка в описании. Всем привет, ребят, с вами Механик и мы продолжаем играть в Street Legal. И как помните, в прошлой серии я собрал вот такую замечательную переднеприводную пятерочку. Но, пришло время все поменять и давайте, наверное, перед тем, как менять коробку, попробуем ее настроить. Так, слушайте, да, да, посмотрите, что здесь есть. Во-первых, тут есть блокировка заднего дифференциала, можно поставить сразу 100%. Во-вторых, мы можем перенаправить весь момент только на заднюю. Вот такая вот интересная здесь коробочка стоит. На самом деле, я пробовал двигатель этот прокачать, я пробовал ставить турбину, но в три раза из трех у меня игра вылетала. Поэтому будем пробовать дрифтить на вот таком вот, на обычном движке. Но насчет радиатора, нам нужно радиатор с вами куда-то переместить. Блин, мне надо переместить радиатор, просто переместить радиатор. Да что? А хрен с ним. Да хрен с ним вообще. Нормально, и так пойдет. Так. Что, поехали попробуем подрифтим тогда? Сейчас на заднем, как бы, с нормальным дифференциалом получается заднем. Совсем полностью нормальным. То есть у нас задний привод, задний дифференциал, и мы едем снова на Ибису. Давайте попробуем показать что-то на этой трассе. И я не понимаю, какого хрена... Так. Ладно. Все, понятно. Все едет, но надо включить день, потому что ночью гонять что-то мне вообще не нравится. Тебе вроде же поставил все как должно было быть, все норм, нет? А, все, понял. Так. Погнали. Вот он день. Короче, 12PM это то, что нам надо. А 12AM это... Это не то, что нам надо. Так. Движок имеет очень говяный звук. Очень просто говяный звук. Но машина едет, и... Вроде как у нее нет перегрева движка. Слушайте. Чуть-чуть, наверное, не хватает передней подвески. Именно вот ходов передней подвески. Очень она зажатая какая-то. Возможно, чуть-чуть выворота не хватает. Мне не нравится звук движка. Он какой-то прям ужасный. Так. Странно-то все как-то происходит. Она странновато едет. Но в целом мне нравится. В целом нравится, но это странновато, черт возьми. Так, тихо. Как помните, в одной из прошлых серий, или в прошлой, я убрался. Так. Ну, в общем, это не та машина, на которой ты можешь проходить такие маленькие затычные повороты. Она больше для таких, для затяжных каких-то, для затяжного дрифта. Так. В общем, сегодня проба пера у нас. Проба именно дрифта на этой машине. Как видите, двигатель все-таки начинает перегреваться потихонечку. Наверное, все-таки чуть-чуть не хватает выворота спереди. А может быть и норм. Поэтому, пока не совсем понимаю поведение машины. Разгоняется она неплохо. И постановка неплохая. Но вот именно держать ее в угле очень сложно. Очень сложно удержать ее в угле. Как видите, мотор очень такой эластичный. Даже на четвертой передаче он может нормально ехать. Но, конечно, не так, как хотелось бы на самом деле. Очень заметно такой вот подхват. Где-то именно с пяти, наверное, тысяч. Ну и крутится он, посмотрите сами как. То есть он на дросселях и крутится очень сильно. Очень сильно крутится. Причем быстро крутится. Вот, смотрите, шесть. И просто одним моментом сразу за девять тысяч вылетает стрелка. Наверное, машина, ну не то, чтобы слишком зажата, да, но... Ну вот видите, что сейчас происходит. Просто она вообще улетела куда-то за пределы трассы. Причем почему она туда улетела, я просто даже понятия не имею. Так. Вот она шла нормально по траектории. Просто начала жестко вылетать из нее. Получается, если это затычковый вот такой вот, затычковый поворот, или как это правильно называется? Затычные повороты. Короче, если это вот такие маленькие крутые повороты, то этой машине очень и очень тяжело. Она для этого как бы, ну, не особо приспособлена. Получается, с таким мотором ей надо вот прям вот такой вот, чтобы ты сошел куда-то прям в затяжной такой поворот такой вот и пошел. Блин, да что же опять-то? Давай-давай, выезжай. Не очень нравится мне мотор этот. Я не знаю. Наверное, стоит его на что-то другое поменять. Потому что сейчас он... Он работает, но он какой-то тухлый, если честно. Смотрите, у нас крышки даже слетели с мотора. Вот видите, она как бы вроде едет, и вроде ты даже можешь ее управлять. Вроде она понятно едет. Она сама крутит пятаки. Вот видите, все, грубо говоря, само происходит. Я вообще сейчас просто жму газ. И она сама наяривает эти пятаки, эти пончики накручивает. В принципе, все достаточно круто, но что-то не то. То есть, именно в самом дрифте она едет плохо. И это вряд ли, да, там, типа, как сказать, мое неумение. Понятное дело, что я не мастер дрифта именно в этой игре. Но все равно, то есть, какие-то простые элементы должны получаться. Но они не получаются у меня. Плюс мне очень сильно не нравится звук двигателя. Вот посмотрите, что происходит. Просто и ручник дернул, все дернул, но она дальше как шла, так и продолжила идти в эту стену. Как будто ни черта здесь не работает. А так, в принципе, неплохо. Я даже не знаю, что с ней делать. Настраивать ее, наверное, нет смысла какого-то. Я думаю, что единственное, что имеет здесь смысл, это все-таки, все-таки, наверное, замена двигателя. И, наверное, это мы будем делать. Да, скорее всего, мы будем менять здесь двигатель. Пока еще не решил на какой. Поэтому, если вы вдруг знаете, какой движок сюда лучше всего поставить, то обязательно напишите в комментариях. Я попробую поставить его, попробую найти, сделать. В общем, если вам нравится StreetLegal, то с вас жду лайк. Обязательно подписка на канал. Пишите комментарии. С вами был Механик. Всем пока.